Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Медведев на совещании по газификации в РФ, а кто-то переходит на уголе дрова, но это не у нас. Тем временем в стране жители Алтайского края собрали больше 3000 подписей против повышения цен на отопление. Из-за высоких тарифов они покупают дрова в кредит. Подари трава, тепло с доставкой на дом, общественное движение гражданских инициатив, доброе дело уже седьмой год подряд обновляет акции по сбору средств на закупку дров на зиму для малоимущих одиноких пенсионеров. Пока пропаганда рассказывает о замерзающей Европе, российские госучреждения закупают дрова. В новости о сверхдержаве замерзающий инвалид второй группы из Красноярского края радуется, что ей дали электричество и уголь для печки. В Приморье власти сократят авиаперевозки из-за трудности с ремонтом западных самолетов. Власти Приморского края решили сократить авиаперевозки в регионе на канадских самолетах DHC-6, так как из-за санкций в 2023 году нельзя будет отремонтировать их двигатели. При этом именно на этих самолетах единая дальневосточная компания «Аврора» выполняет основные региональные перевозки пассажиров. Всего из эксплуатации будет выведено три канадских DHC-6, у которых закончился срок использования двигателей. Чтобы обеспечить авиационные маршруты на территории края с 2024 года, региону нужно заменить западные самолеты шестью «Байкалами» производства Уральского завода гражданских авиалиний. Однако предприятие согласовало график на поставку только пяти самолетов. Лишь к 2030 году, пишет Игнатенко. В связи с этим власти Приморья ищут зарубежные компании, которые согласятся отремонтировать двигатели самолетов DHC-6, пояснил замминистра транспорта с дорожного хозяйства региона Тимонов. По его словам, пока власти вынуждены сократили количество внутренних рейсов в два раза. 5. Россияне десятками тонн скупают золотые слитки Россияне купили рекордный объем физического золота в 2022 году. 5 из 13 системно значимых банков продали гражданам 57 тонн золота, пишут ведомости со ссылкой на данные кредитных организаций. Основной объем драгметалла россиянам продали системно значимые банки Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, Теньков и Банк Москвы кредитный. Однако по оценке аналитики товарных рынков компании «Открытые инвестиции» Оксаны Лукичевой, совокупные продажи банками золота в 2022 году могли быть еще выше на уровне 64-67 тонн. В свою очередь Минфин, вводя налоговые льготы для продажи золота россиянам, через кредитные организации прогнозируют, что частные лица могут купить до 40-50 тонн за год. При этом в 2021 году суммарный объем продаж золотых слитков россиянам составляет всего 6 тонн. Граждане ринулись купать золото главным образом из-за отсутствия других альтернатив для вложения средств, говорят аналитики. В Нью-Йорке легализовали практику превращения трупов умерших в удобрения. Это уже шестой американский штат, принявший у себя такое законодательство. Считается, что это гораздо более экологичный способ обращения с телами. Его даже прозвали «зелеными похоронами». В труп помещается специальный полузакрытый многоразовый контейнер, где стимулируется процесс разложения, а на выходе получается компактный брикет первосортных удобрений. В Красноярске учительница поп***илась с ученицей из электронной сигареты. Учительница увидела электронку у умершей и попыталась ее отобрать, а та отказала сопротивление и облила преподавательницу водой. После этого началась пиздевка. Как заявили в школе, инцидент закончили мирно, без заявлений друг на друга, но родители сообщили об этом директору, и по этому поводу уже проводится проверочка. На Урале торжественно похоронили вагнеровца. Его завербовали в тюрьме, куда он сел на 10 лет за убийство своей матери. Ранее он вышел из колонии Паудо, затем однажды вернулся пьяный домой и избил мать до смерти в состоянии алкогольного опьянения. Молодцов находился в квартире со своей престарелой матерью. Он нанес руками и ногами не менее 6 ударов в область головы, туловище и конечностей. Указано в материалах дело Сергея Молодцова. В администрации города Серово описали Молодцова так. Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской, близкий вспоминает Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком, правда для него это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят рубаха парень. Он любил музыку, свободу, скорость, светлая память. Моя любимая рубрика «Подборочка заголовочков». Путин призвал обеспечить все регионы качественным здравоохранением. Путин призвал не откладывать решения насущных вопросов на новых территориях. Путин призвал добиться суверенного развития России. Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства. Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии. Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве. Путин призвал подключить новые регионы к нас проектам. Путин призвал поддержать местных предпринимателей. Чтобы вы понимали, это все за один день. РИА Новости обожаю. Всего за 10 лет, с 1930 по 1940, американцы создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и другие промышленности. Крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции. Знаменитый Сталинградский тракторный завод был целиком построен в США. Размонтирован на 100 судах, перевезен и собран в СССР. Днепр ГЭС построила американская фирма Купер Инженерик Компании, германской компанией Сименс. Горьковский автозавод ГЭС был построен американской компанией Аустин. Теперешний ОЗЛК построен по проекту Форда, знаменитая магнитка, точная копия металлургического комбината в городе Герри, штат Индиана. Фирма Альберт Канн Инг спроектировала и построила 500 советских предприятий. Альберт Канн индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Канну заключалась в том, что спроектировав все заводы Форда, он отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю. Корпусы промышленных предприятий возводила за 5 месяцев СТЗ. Был выполнен в рекордно короткие строки. Строительные конструкции для него были изготовлены в США, перевезены в СССР и смонтированы в течение всего лишь 6 месяцев. Именно фирма Альберт Канн создала в СССР школу передового индустриального зодчества. Вместе с заводами создавала города для рабочих. Эрнест Май, немецкий архитектор, участвовал в разработке архитектурных проектов около 20 советских городов. В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые руководили почти миллионной армией заключенных ГУЛАГа, плюс немногие оставшиеся в РФ дореволюционные кадры. Американские профессоры подготовили на РАПФАКах 300 тысяч квалифицированных специалистов, то есть все кадры для советской промышленности на долгие годы вперед. Таким образом, материальную базу социализма построили капиталисты США, плюс дешевый труп зеков. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.